Продолжение следует... Об этом и не только. Мы поговорим сегодня в студии у нас в гостях бывший министр юстиции и внутренних дел Андрес Анвельт. Здравствуйте, Андрес. Спасибо, что нашли возможность прийти к нам в прямой эфир. Итак, объясните нам для начала все-таки, в какой розыск объявляются западные политики российскими властями? Ну, если смотреть то информацию, что мы сегодня имеем, это все-таки внутригосударственный розыск России. И по сути это нашим политикам ничем не грозит? Ну, скажем, есть те риски, что если у каких-то стран с России есть напрямую юридическое соглашение, то, что мы как раз разорвались с России, тогда они могут, если будут получать информацию, скажем, что наш политик туда приехал, могут сделать, скажем так, татус, запрос, ходатайство, чтобы их задержать и начать дело производства между этими двумя странами. Без Интерпола, без других организаций международных, это теоретически возможно. То есть, если наша Каякалос приедет на какой-нибудь большой международный форум в Дубай, то возможны последствия? Теоретически. Теоретически. Я не знаю конкретно, есть ли у Дубая, скажем, такое соглашение с Россией. Как минимум, у них неплохие отношения. Да, но отношениях этих мало. Просто тогда должен быть официальный, скажем, договор между государственной правовой помощью. То есть, речь идет все-таки хотя бы о частичном ограничении свободы передвижения. То есть, всегда нужно думать, куда ты едешь, да, теперь? Ну, теоретически, да. Но надо иметь все-таки то, что даже вот эти третьи страны, большинством они все-таки соединились и, скажем, венским протоколом насчет дипломатических лиц, которых нельзя задержать, и все вот такие правительственные чины, они все-таки имеют, так называемый, дипломатический паспорт. И дипломатическую неприкосновенность. Неприкосновенность, точно так. Можем ли мы говорить о том, что это объявление ведущих политиков в розыск, той же Кайкала, с какой-то степени повлияло на ее позиции в европейском истеблишменте? Ну, мы знаем, что в последнее время ей как-то не удается претендовать на высокие международные посты. Ну, я думаю, что об этом можно спекулировать, но само по себе я точно так же уверен, что в разных розысках еще и другие европейские политики... Да, их много. Да. Только из балтийских стран десятки... Точно так и есть. ...ведущих политиков и тоже чиновников. Да, чиновников, я думаю, еще намного больше. Поэтому я думаю, что это очень много не повлияло. Но одно, что может повлиять, что сразу надо уточнить, что одну тема, что они сейчас политики, или, скажем, на высшем чинах, министры и так далее, и так далее. Но через какое-то время, как у нас правительство меняется, он может быть, скажем, обыкновенный политик, без этого дипломатического паспорта, скажем, член Риги, у них нет дипломатических приписок. И тогда гораздо больше препятствий может возникнуть. Ну, тогда могут быть риски, скажем, когда этот человек... Потому что этот розыск, если в России такой же режим будет десяток лет, скажем, надеюсь, не будет, тогда десяток лет будет этот розыск, он бесконченный. А часто ли вообще высокопоставленных политиков объявляют в розыск? О чем говорит мировая практика? Ну, вообще-то, очень редко. В этом смысле, что раньше мы знаем, перед вот этими событиями, перед войной, и таким большом противостоянием Западом и России, такие вещи бывали большинством насчет политиков, которые, скажем, там, стран Африки, которые занимались геносидом по-настоящему, и военный, скажем, суд международный, который объявил в их розыск. Ну, кого точно так же сейчас и Владимира Путина объявили в розыск. То есть, такого особенно не было. Немножко это поменялось все-таки уже после 2014 года, когда в Европе стали объявлять розыск российских политиков и чиновников на довольно высоких чинах. Но это было связано уже с какими-то конкретными делами в России. Чем-то конкретно это завершилось? Были ли аресты? Нет, конечно, нет. В этом смысле эти люди знают, чем они рискуют. И поэтому они очень в Европу или там Соединенные Штаты не выезжают. Бывает, что выезжают, потом мы узнаем о том, что-то выезжал кто-то. Но, опять же, Россия своими спецслужбами обязательно может сделать им какое-то другое прикрытие, и человек будет там даже другим именем. Что касается Интерпола, то как запросы на политиков попадают в Интерпол и как он работает? Да, тут хороший пример, если перевести, у Эстонии было Эрик Нелескрось. Да. Он до сих пор в розыске или уже убран? Нет, в этом смысле, что после большой переписки и перетерки все-таки его сняли. Но само по себе Интерпол, я всегда, мне смешно смотреть фильмы, когда видно, что агент Интерпола приехал, агент Интерпола задержал. Имейте в виду, Интерпол это почтовый ящик международный, где очень большая администрация, но она сама не делает никаких международных операций. Она может быть там где-то рядом. Но она занимается оперативно-розыскной? Сама нет. Она не имеет права, она занимается этим только через членов государств. То есть, если, скажем, Эстония посылает туда запрос, ну как мы в свое время поймали Пустименко, точно так же. Мы послали запрос, его нашли по этому запросу в Польше. То есть, точно так же работает Интерпол, просто занимается тем, чтобы все государства получили последнюю информацию и так далее, и так далее, и так далее. Как туда попадают и политики, иногда и вообще такие очень подозрительные разыска с разных стран, особенно с Россией, последние, может быть, 5-6 лет особенно. То есть, каждое государство имеет автономию послать, так называемый, под красный флажочек. Это значит, что международный РОС, все государства Интерпола обязаны этого человека задержать. Не передавать сразу, а задержать до выяснения обстоятельств. И каждая страна имеет автономию туда прислать. Там есть, конечно, своя структура, которая рассматривает, и в последнее время все больше и больше, чтобы там не было таких политических зацепок где-то. И поэтому тут несколько раз, даже 2-3 года назад были случаи, когда уже в России действовал вот этот закон по экстремизму и терроризму, куда можно всех записать, кто вообще по-другому сон увидел и так далее. И был задержан один человек фра-Франции, и был передан России как террорист, российский гражданин. Но он как раз походил под этот закон, и никто не стал анализировать, потому что доверяли... Доваться в подробности. Да, потому что доверяли российским инстанциям. И поэтому сейчас, конечно, я уверен, что Интерпол намного глубже смотрит. И там есть специально еще все-таки организация, которая рассматривает, когда уже человек, скажем, содержит, или человек знает, что он в розыске, по политическим мотивам тоже можно обращаться. Это, конечно, очень бюрократический мир. Там менее года у тебя никакого актива не будет. То есть ты сидишь, не можешь выехать, ты знаешь, что кто-то просто поставил метку на тебя. И поэтому, я думаю, я уверен, что Интерпол рано или поздно, я думаю, рано или очень быстро, скорым временем все-таки требуется такая большая реформа или реставрация, потому что так она, если будет дальше работать, она может быть просто рукой... Использоваться в политических интересах. Этого не мы не хотим. Насколько независим нынешний Интерпол? Это очень трудно сказать. Надо иметь в виду, что еще десяток лет назад, может, 20 лет назад, когда мне очень часто, мне даже раз в месяц приходилось ехать в Леон, где у них главное, скажем так, здание и центр, уже в 90-х Россия взяла такую политику, чтобы туда максимально своих людей, чиновников посылать. Внедрить. Внедрить. И их там до сих пор много. Много, да. И просто они влияют на какие-то процессы, но опять же, там вот эти последние структуры, которые там созданы, они как будто это что-то балансируют, но проблемы все-таки есть. То есть нельзя исключать все-таки, что Интерпол используется как инструмент манипуляции в интересах технических стран. Как обычные граждане России, наши местные граждане, желающие отказаться от своего российского гражданства, попадают в международный розыск по линии Интерпола? Очень простой ответ в этом смысле, что если человек... В России есть, скажем так, начнем с этого. Три официальных поводов не отказать, скажем... Не отпускать из гражданства. Отпускать от гражданства. Это если у тебя есть, скажем, какое-то уголовное дело, ты в розыске, или ты не выполнил воинский долг, или у тебя есть, скажем, какие-то долги перед государством. И поэтому есть люди, которые даже, скажем, особенно люди, которые связаны с российской оппозицией, которые выехали, и их много... Еще до войны из России. До войны, да, да. В Эстонию. В Эстонию, Латвию, Литву, разницы нет. Вот. И когда они, скажем, сделали... Знали все экзамены. Все экзамены, они получили гражданство, можно сказать, условно. То есть им нужна бумага, идти в полицейский департамент, и в следующий день получают паспорт. И таких людей возбуждают как раз уголовные дела... В России. В России. Чтобы не освобождать от российского гражданства. И еще, там еще играет одна вещь роль, что в течение следующих двух-трех лет они сейчас используют, скажем, чтобы внутри Европы двигаться, они используют российский паспорт. Но эти паспорта заканчиваются. Это которые... зарубежные паспорта? Да, ну, российские... Которые позволяют путешествовать за пределами России. Точно так же. Вот. Они заканчиваются. У них, как и у Эстонии, 10 лет, они заканчиваются, они их не могут поменять. Потому что, если они пойдут, скажем, туда же представительство России, их-то могут задержать. И что эти люди, по сути, превращаются в нелегалов? В этом смысле, что если даже у них есть, скажем, эстонский вид на жительство, или там, латышский вид на жительство, они в этом смысле нелегалы, но они как крепостные. Они не могут никуда выехать. То есть, эти проблемы мы еще увидим, это будет ехо войны, в некотором смысле, в течение следующих 5-6 лет. То есть, мы увидим, что это проблема. Это проблема. Что люди хотят получить эстонское гражданство, задают все необходимые экзамены, но по бюрократическим и формальным причинам. Не могут отказаться от российского гражданства. Что все-таки мешает изменить наш закон о гражданстве так, чтобы эти люди смогли получать эстонские паспорта и не быть нелегалами? Тут есть европейский опыт, особенно, если говорить о самой хорошей опыте Дании, где люди могут ходатайствовать так называемое гражданство, имея еще предыдущее гражданство. В этом смысле, что они декларируют, что они отказываются. Государства посылают ноту туда. Потому что это не только Россия. Сразу, скажем, четыре государства могу сказать, куда сейчас в Россию ступило. Это Сирия, Тегеран, Северная Корея, которые принципиально не отпускают от своего гражданства. И если эти люди хотят получить, у них должно быть какой-то другой дверь. Это обсуждалось в Эстонии на политическом уровне. К сожалению, никуда не вышли, не дошли. Но там самая большая проблема была, с другой стороны, которые были в оппозиции с этой предложением политики, то, что вдруг они, опять мы не доверяем людям, вдруг они все-таки будут иметь сзади в кармане еще этот российский паспорт. Они наврали эстонскому государству и будут все-таки двигаться по миру, как, скажем... С двумя паспортами, в зависимости от того, что вы не используете. Этого, в принципе, исключать тоже нельзя. Но мы тоже время знаем, что сегодняшним в Эстонии живет большое количество людей, которые тоже имеют два паспорта. Российский и эстонский паспорт. Они очень часто их скрывают, но есть люди, которые даже отбирать нельзя, потому что они порождены и в России, и в Эстонии. Но мы знаем, что есть много людей, действительно много людей, которые желают отказаться от российского гражданства, но не могут это сделать. И получается так, что Эстония ничем им не может помочь. К сожалению, сегодняшнее законодательство, это не дает никакую, скажем, дверь для этого. Я думаю, что с этим надо заниматься, потому что мир меняется. Наш закон о гражданстве все-таки остался такое мировое нормальное время, когда люди стояли в российскую очереди посольства, получали эти справки и так далее, и так далее. Сегодня этого нет. По нынешним временам он очень консервативный. Да, к сожалению, в России они отпускают людей чисто по политическим причинам. А мы боимся этого, что вдруг мы сделаем больше всего, так называемую, пятую колонну, которая у нас уже есть. Но я думаю, что все-таки... Тут как раз речь идет о том, чтобы увеличить количество граждан Эстонии, которые всей душой хотят этого, но не могут. Я уверен, что эти люди были бы намного лояльнее Эстонии, потому что они все-таки из России не ушли поэтому, чтобы, может быть, здесь лучше жить. Большинство этих людей каким-то по политическим причинам. Эстония недавно вышла из договора о правовой помощи с Россией, который действовал почти 30 лет. Как это отразится на наших жителях, в первую очередь на местных гражданах России, которых около 70 тысяч, если я не ошибаюсь? Ну, скажу честно, особенно никак. Потому что, во-первых, надо иметь в виду, что этот договор по существу уже не работает с 2008 года, после Бронзовой ночи. Почему? Потому что оба стороны друг к другу уже стали требовать более бюрократический подход к юридическим вопросам. И поэтому в большинстве случаев может быть измениться какое-то гражданское дело производства, где, может быть, эстонская сторона и российская сторона без апостилев могли, скажем, взять справки, ну, скажем, человек может быть справку, да, скажем, не знаю, что он родился в Эстонии. И представить вот это свидетельство о рождении просто так в России. Сделать обыкновенный перевод. Сейчас это надо будет... Это уже будет необыкновенный перевод. Да, его надо через нотариуса, потом через МИД, и тогда в Россию, и так далее, и так далее. Но, если сказать с точки зрения того, что как это повлияет эстонскому правовой системе в отношении российских граждан, тогда никак. Никто с этим никаких прав у них отбирать не будет, потому что Эстония относится к этим российским гражданам, которые здесь легально живут, точно так же некоторыми только избирательными, политическими правами. Остальные права у них точно такие. То есть там разницы нет. То есть местные граждане России могут не волноваться, они смогут и дальше обращаться в эстонские суды, получать правовую помощь, помощь от государства. Конечно, 100%. Тогда зачем нужно было выходить из этого договора, если, по сути, ничего не меняется, и, по сути, он не работал с 2008 года, как вы говорите? Да, в этом смысле, что это, я считаю, что это был правильный ход, но само по себе это чисто политический ход. Просто показать, что у нас, в нашей правовой системе, ничего нет общего с российской правовой системой. Мы российской правовой системе, скажем так, не доверяем. Это чисто политический жест. Но все эти процедуры, которые касаются простых людей, они вряд ли упростятся. Вы уже рассказали, что усложнится. И, в частности, возможно, и из-за этого уже наши новоявленные граждане Эстонии, которые хотят отказаться от эстонского гражданства, попадают вот как раз вот в эту ловушку, что они не могут перевести все документы официально на требуемый язык, потому что наши нотариусы и прочие конторы просто не признаны Россией. Да, но если мы говорим все-таки об этих людях, которые живут в Эстонии, российских граждан, которые хотят получить эстонское гражданство, они выполнили за эти 8 лет, которые они здесь были прожить, все требования. У них давно все документы в Эстонии. Они же не получили бы тогда, в свое время, вид на жительство. Они прошли весь этот процесс. Я не думаю, что особенно больше надо документов, если ты, скажем, получаешь или хочешь получить вид на жительство, если ты будешь получать гражданство, потому что у тебя все связи с Эстонией уже доказаны. То есть я не думаю, что для этих людей проблемы. Сложности возникают именно при отказе от российского гражданства, в том числе и юридического плана. Нет, в этом смысле, что я думаю, что российской стороне было все равно. Но есть этот договор или нет, если мы говорим об этом, чтобы получить... Если они хотят создать проблему... Да, там никакой разницы нет. Насчет этой справки об возрождении гражданства, я думаю, что до лампочки есть этот договор или нет. Спасибо вам за эти разъяснения, за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Спасибо. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был бывший министр юстиции и внутренних дел Андрес Анвельт. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...